Блин, какие клёвые передачи раньше делали, а? Работы Бертрана Рассела, одного из величайших философов, математиков и социальных критиков 20 века, питают мыслителей Запада уже более 60 лет. Провокационные идеи лорда Рассела, озвученные в этом... Ну, понимаете, Денис, окей, христианство со своей любовью, в христианстве любовь главный постулат, то есть там Бог есть любовь, как бы, и христиане верят и в Бога, и в любовь. Любовь это метафизическая, антологическая сила, которая находится, ну, за пределами нашего понимания, отчасти, с другой стороны, это некая манифестация Бога в нашем мире, через нас в том числе. То есть, в христианстве это всё понятно, почему там любовь, а вне христианства, как мы с этим работать и понятием будем. Особенно с учётом того, что Бертран Рассел не является христианином, хотя, ну, воспитан он в христианской культуре, и его позиция по вопросам любви является очень странной. Видимо, он не произвёл деконструкцию христианства до конца. В этом интервью с известным политическим деятелем Вудро Ваятом потолкнут на новые размышления и обсуждения всех, кто изучает литературу, историю и управление. Лорд Рассел, что такое философия? Это очень противоречивый вопрос. Сомневаюсь, что разные философы смогут ответить на него одинаково. Да, разные философы отвечают обычно в соответствии со своей собственной школой, мысли. Моё мнение, философия... И вот Рассел попытается ответить, видимо, в соответствии со своей школой, мысли. ...состоит из размышлений о вещах, которые пока ещё не поддаются точному познанию. Но это мой личный ответ. Ну, то есть, реально получается, что у Рассела имеются некоторые элементы христианского мировоззрения. То есть, вообще, всё, где мы слышим, там, любовь, любовь, и вот это всё части христианского мировоззрения. У нас культура во многом на любви помешана. В чём различие между наукой и философией? Ни в чём. Грубо говоря, наука — это то, что мы знаем. Охеренно. Обожаю аналитических догматиков, когда они говорят, что наука — это то, что мы знаем. Хотя, на самом деле, если направить аналитическую критику на науку, от науки ничего не останется. Большинство вербализаций, которые происходят в науке, то есть, критика языка этой самой науки, то есть, с помощью аналитической философии, она может быть произведена, и мы можем на базе аналитической философии провести тотальную деконструкцию науки, разрушить её вообще до основания. Показать эти абстрактные термины научные, какие-то законы, несуществующие, использование математики, математика как язык абстракции, который не имеет отношения к реальности. Мы можем с помощью аналитической философии разъебать науку в пух и прах. Но аналитические философы так чаще всего не делают. Наука — это то, что мы знаем, а философия — это то, что мы пытаемся узнать. Окей, замечательно, супер. То есть, Бертран Рассел в своих размышлениях, получается, за всю жизнь не дошёл до истока, не дошёл до самого начала и не смог применить свою философию к критике науки. Хотя мог. Философия — это то, чего не знаем. Поэтому с развитием знаний... Бомбит у меня аналитических философов, двуличных таких, блин. Все новые вопросы переходят из области философии в область науки. Когда что-либо открыто или констатировано, оно перестаёт быть в философии и становится наукой? Нет. Ой, как всё просто, как всё просто, да? Как всё просто. Покажите мне там пальцем на эволюцию, давайте её найдём, не знаю. Да. Да, ведь в науке-то только факты существуют. Наука — это фактология же, да? Это же ни в коем случае не составление теории никогда. Это не использование методов верификации различных, фальсификации и так далее, так далее, так далее. Ведь мы же просто берём и открываем, как бы, уп, как дверь. Взяли и открыли дверь, и всё, и всё там есть, и истина там лежит, как бы, за дверью. Вообще, проблема демаркации и строится как раз на том, что научные теории, в принципе, с большим трудом проверяются. И Рассел сейчас, не знаю, в какой год записано это видео, непонятно, говорит тотальные глупости. Опять же, как ни странно. Многие вопросы раньше назывались философскими, а теперь нет. Какова польза от философии? Я считаю, что толк от философии двоякий. С одной стороны, она побуждает нас думать о вещах, которые наука ещё не может... Спекуляшн обаут, не то, чтобы думать, спекулировать. ...поскрыть. Научное познание распространяется на очень малую часть вещей, которые интересуют человека, и должны его интересовать. О многих чрезвычайно интересных вещах наука сейчас ничего не может сказать. Я не хочу... Религия тоже не может сказать чего-то о многих вещах. Чтобы воображение людей ограничивалось тем, что мы знаем сейчас. Хорошая мысль здесь, то, что мы не должны вообще, в принципе, ограничивать тем, что мы знаем сейчас. Проблема ещё заключается в том, что наши последующие знания, условно говоря, знания, открытия, могут опровергать наши предыдущие открытия. То есть, мы создаём какую-нибудь теорию на базе известных фактов, а потом внезапно оказывается, что на самом-то деле всё иначе устроено немножко. Ну, например, как это было? Долгое время все люди следовали теории Ньютона. Верили, что пространство никаким образом не искажается. Оно абсолютно. То есть, оно абсолютно прямое, оно является вместилищем всего остального. И время тоже прямолинейное. И они ещё отдельно друг от друга идут, как бы. Потом Эйнштейн предложил свою теорию. Мы сейчас, кстати, не знаем, верна эта теория или нет. Потому что в современной теоретической физике друг с другом конкурирует, с одной стороны, теория относительности Эйнштейна, а с другой стороны, уже квантовая механика, которые радикально противоречат друг другу. Почему они противоречат друг другу? Напоминаю, потому что в теории квантовой механики постулируется существование таких элементов, как гравитоны, например. Они типа есть. И они отвечают за гравитацию. Гравитация в теории относительности объясняется способом искривления, с помощью искривления пространства и времени. Окей. То есть, здесь два разных объяснения одного и того же факта. Того, что предметы там падают вниз, планеты движутся по определенной там орбите и так далее, так далее, так далее. Два разных объяснения одного и того же факта. Наука это то, что мы знаем, да? Серьезно? Серьезно? Тогда даже ученые не считают на самом-то деле. Ну, то есть, ну, ребят, ну, честно, это смехотворно, на мой взгляд. Это настолько смехотворно, насколько может быть. Поэтому расширение границ нашего любопытства в области предполагаемого... Так, друзья, сейчас мы будем повышать некоторых людей в нашей структуре. Я вижу, что у нас тут проблемы, да, с общениями. Простите, у нас, видимо, модераторы старые ненадолго ушли. Именно поэтому давайте я вас, в общем-то, сейчас буду повышать всех. Буду повышать, друзья. Простите за небольшую заминку с видео. Давайте я вас... Кто у нас в чате? Наши любимые друзья. Тимур Кант, вы сегодня повышаетесь до звания модератора. Подтверждайте, пожалуйста, сообщения чужие. Угнетатель, вы тоже повышаетесь до звания модератора? Сейчас. Угнетатель, теперь модератор. Так. Кто у нас еще мне очень хорошо знаком? Егор Романов. Да давайте вы тоже будете модератором. Мы с вами уже познакомились. Подтверждайте. Кьюр Фу Йор тоже пусть будет модератором. Обязательно подтверждайте сообщения. Не баньте их ни в коем случае. Мы в основном на подтверждение. Александр Садыков теперь тоже модератор. Все наши самые главные, в общем-то, комментаторы, которые чаще всего комментируют, становятся модераторами. Чтобы мы особо не парились. Денис Алексин, кстати, интересный человек, как ни странно. Но только он не так давно появился, к сожалению. Блин, я вижу не показаны комментарии в основном Александра Садыкова, к сожалению. Ну, бедный, не повезло. Графоманиак, бешенство матки. Ну, блин, Графоманиак мне недавно грубил. Пока он не будет модератором, к сожалению. Артем Артемонов. Нет, да, просто ребята не одобряли сообщения. Там какие-то маты были. Не, мы ни в коем случае не игнорили, друзья. Теперь, 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 теперь непосредственно вы модератор. Энди Смит. Не знаю. Ярик, мы сейчас назначаем людей в модераторы. Просвещаем. Артем Артемов, окей. Только ни в коем случае не баньте, пожалуйста, народ. В принципе, все, кроме слов на букву П и на букву Н, можно пускать. Спасибо, Ки-Йор. Немного кринжа под конец. ХТТПС двоеточие. Слежь. 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 Под конец мне. Немножко под конец мне кринжа. Закинем. Окей. Немножко под конец кринжа. Эх, жалко, Денис, жалко. Ну ладно, ладно. Не до меня, так не до меня. Рэп про Четвертую мировую войну Шиноби после Бертрана Рассела разрядит ситуацию. Поехали. Одна из пользы философии. Вторая польза, которая для меня не менее важна. Показать, что есть вещи, которых мы думали, что знаем, а на самом деле не знаем. С другой стороны... Егор, я не буду отвечать на этот вопрос просто. Философия размышляет о том, что может стать познаваемым. Обноваемо в будущем. А с другой стороны... Вы знаете, тут какая-то тупая, тупо, такая теистическая современная позиция, современного тупого сайентиста. Я, честно говоря, не то чтобы унижаю Рассела, но в данном контексте, ну... Тоже очень слабо. Очень слабо. Напоминает, что многое из того, что кажется знаниями, на самом деле знаниями не является. А прикиньте, в науке не все есть знания. Вы можете дать пример предположений, за которыми последовали научные результаты? Да, давайте. Да. Да. С легкостью. С легкостью. Давайте. Особенно в греческой философии. О-о-о. Было много гипотез, которые подтвердились позже, хотя на их веку проверки не поддавались. Атомы, например, которые были неделимыми в теории, в общем-то, греков, а потом оказались делимыми. Так, наверное? Например, атомная гипотеза. О-о-о, атомная гипотеза, которая вроде бы как бы оказалась верна, но на самом-то деле нет. Димакрит предполагал не то же самое, что предполагают современные атомисты, на самом деле. Как ни странно. Димакрит выдумал гипотезу о том, что вещество состоит из маленьких атомов. Окей, проблема только заключается в том, что от тех маленьких атомов, которые предполагал Димакрит в современной науке, и не только в современной, в науке современной уже для Рассела, осталось только одно слово «атом». Уже во времена Рассела атом не есть атом. В общем, так, друзья. Да-да-да, действительно, Денис правильно заметил. Он и 80 лет назад жил, и 50, и 100. Рассел такой. И только... Это, знаете, это уровень сейчас анализа, ну, не знаю, находящегося где-то вот на позиции, не знаю, тупого какого-то физика, который пишет статью в журнальчик, научно-популярный. Вот простите, конечно, Бертран, Бертран Рассел, но блин. А через две с лишним тысячи лет оказалось, что это научный факт. Представляете, оказалось, что огненные, огненные атомы, они шарообразные, и поэтому они самые легкие. Представляете, это, так кажется, научный факт внезапно. Ой, ну да, ну охуенно. Супер, поехали дальше. А для него это было лишь предположение. Да, нет, для него тоже был факт. Так-то, ну, думал, что... Разве Платон не считал теорию атомов Демокрита чепухой? Проблема еще заключается в том, что если мы почитаем работу Гайзенберга, где он сравнивает теорию Платона и Демокрита и думает, какая из них более истинная, он признает, что теория Платона является более близкой к той позиции, которую придерживается современная физика. Бау-бау-бау! Как бы, ребят. Как бы, ребята. Как бы, ребята. Потому что в современной физике практически все держится на математике. Платон его ужасался и говорил, что все его книги стоят сжечь. Платон не любил науку, он любил математику, но остальная наука ему не нравилась. Выходит, философия является слугой науки? Отчасти. Философия создала научный метод познания. Все. Эээ, слуга. Блин, что это за научный догматизм? Центрация на науке, на одной только науке. Да вы серьезно? Что за фанатизм тотальный? Но она не только служит науке. Ведь есть многие вещи, с которыми наука не может обращаться. Например, все вопросы, касающиеся ценностей. Наука не может сказать вам, что в корне хорошо или плохо. Она может только выяснить фактическую пользу или вред. Как с годами изменилось отношение к философии в обществе и среди самих философов? Не знаю, какой науке она слуга, но, блин, это странно. То теология слуга, то науки. Вы понимаете, в чем тупость вообще данной посылки? Что вообще исторически уже была такая ситуация, была такая ситуация, когда философию называли слугой какой-то вот высокой, большой такой интеллектуальной догмы, религии. Это было в христианстве, да. Философия слуга теологии, служанка теологии. Да, было такое, действительно. Ну, а что у нас получается? Новое средневековье, у нас появилась новая церковь, какая-то новое христианство, новая вера, и философия вдруг снова стала его слугой. Это зависит от того, о какой школе философии говорить. Да некоторым школам философии насрать, непосредственно на науку, как бы. Вот просто вот вообще плевать. Она вообще никак не касается науки. Научный метод познания противоречит данным школам. Для Платона и Аристотеля? Да я бы его в реальной жизни физически бы разорвал, вот так, на части, за то, что он говорит. Главным было понимать мир. На мой личный взгляд, именно этим в философии стоит заниматься. Но потом появились стойки, которые рассуждали главным образом о морали. Ну, чувак, ты же написал книжку по истории философии. Какие стойки занимались по преимуществу морали? У них огромное физическое учение, на которое эта мораль базируется. У них мораль, логика и этика — это три столпа философии, как бы. Как бы, блин. Ну, как бы, блин. Ну, он написал историю философии западной. Ну, как? Ну, как? Как ты можешь такие вещи говорить, блин? Следует быть стойческим. Терпеливо переживать невзгоды. Окей, окей. А что насчет логики и математики у стойков? Ой, не математики, а логики и метафизики у... Физики. Логики и физики у стойков. Физика? Логика? Этика. Физика, логика, этика. Очень важные вещи у стойков. Это батя современных сиентистов, и мы его разъебем сейчас. Ну, разнесем нахер, потому что, ну, блин. Меня очень сильно волнует вопрос, что такое философия, и меня не удовлетворяет данный ответ, совершенно. Вы бы назвали Маркса философом? Несомненно. В некотором смысле он был философом. Ну, то есть, он отдает, на самом деле, не такой плохой вопрос, как отвечает вот этот вот толстый дяденька. Толстый дяденька вообще говорит, философия, это луга науки или нет? Рассел, в принципе, потоньше ответил, поэтому к Расселу здесь претензий меньше. Ну, блин, ну, Рассел. Возникает важное разделение между философами. Некоторые из них заняты поддержкой статус-кво, а другие, его переворотом. Маркс, конечно же, яркий пример вторых. Я сам отверг бы обе категории, как не касающиеся настоящей работы философа. Для меня, работа философа не изменить мир, а понять его. Это противоречит утверждениям. Фактически, люди, которые назывались философами, как ни странно, занимались и изменением мира, и пониманием его. То есть, ну, философия может быть определенным ориентиром для формирования нашей жизни, жизни других, политики вообще в целом. Философия может быть очень мощным ориентиром вообще для всего, в том числе для познания. Философия не ограничивается познанием, и в том числе, конечно же, не ограничивается философией только лишь языка. Маркса, каким философом вы бы себя назвали? Единственный ярлык, который мне нравился, логический атомист. О, ну вот нормально, логический атомист. Но я не люблю ярлыки и стараюсь их избегать. Что означает логический атомист? Для меня это означает, что способ разобраться с любым предметом, это анализ. Да. И что можно анализировать до тех пор, пока не получишь вещи, которые не подаются дальнейшему анализу, логическим атомам. Логическим потому, что это не вещество, а идеи, из которых состоит предмет анализа. Какой-то идеалист он покажет. Куда сейчас идет философия? Окей. Здесь не стоит отличать англоязычные страны от стран континентальной Европы. Они стали развиваться намного более отдельно друг от друга. В англоязычных странах, особенно в Англии, возникла новая философия. Попытка найти новую область философии. Только что я говорил, что... Ну то есть совершенно неожиданно. Кто бы мог подумать, что аналитические философы будут заниматься тем самым, чем они занимаются, с учетом, что многими проблемами, которые так или иначе они занимаются, занимались их предки, англичане тоже. Философию можно рассматривать как независимую науку. Нет, нельзя. Она не является единой наукой, в которой есть одни единые методические принципы, которые могли бы быть едины для всего сообщества. Философию невозможно рассматривать как науку, как любую другую науку, потому что внутри этой науки нет единых методических принципов. То есть у физиков есть единые методические принципы. У более узких наук там, не знаю, там, не знаю... Что сейчас в голову мне первое придет? Астрология какая-нибудь. Там тоже есть свои принципы методологические определенные. А в философии такого нет и не может быть. И некоторым это не по душе. Согласен Егор Романов, вы правильно говорите. Ну, то есть... Очевидно, что языковые игры интересная проблема, интересная вообще идея. Анализ обыденного языка тоже вполне интересная попытка дела. Но... Но... Но, в принципе, понимаете, в чем дело? Когда мы говорим об аналитической философии, именно вот это вот, вот это вот... Наивный сиентизм, вульгарный позитивизм у нас всплывает сразу вот прежде всего в голове. Потому что большинство аналитических, известных мыслителей начала вот этой вот аналитической философии, они были таковыми. Как ни странно. И многие последователи аналитических философов, ну, например, Убер-Маргинал, они все равно все еще такие же приблизительно. Ну, такие вот, сиентически настроенные, вульгарные, разбираются с языком, логикой. И очень сильно хитрят и юлят. Хотя могли бы направить свои методы против той же самой науки, но они не делают этого, потому что они подчинены науке. Они хотят? И здесь для философа важно не ответить на вопросы? В смысле, угнетатель, как зигота, человек, связан с позитивизмом и сиентизмом? Что? Что? Человек, как биологический вид, биологический вид, биология. Вам не кажется, что биология это наука и она сиентична? Вообще, Убер-Маргинал верит, что виды существуют и существуют по науке. Окей. То есть он не считается, может быть, с наукой никаким образом, и для него научные аргументы не имеют никакого значения? А четко понять смысл вопроса. У меня не радикальный скептицизм, у меня абсолютный скептицизм. Эмпиризм Юма, эмпиризм Юма, посвящен определенному, вполне так себе конкретному, исследованию внутреннего мира человека. То есть постулируются определенные элементы. Так или иначе. И все? Не скажу, что я с этим мнением согласен. Приведу пример. Однажды я ехал на велосипеде Винчестер и заблудился. Я зашел в магазин и спросил, можете показать мне короткий путь? Кстати, Егор пишет, что маргинал в традиционализме полуоккультизм язычески дается. Кстати, я позитивных моментов про науку в его стримах видел куда больше, чем традиционализма и оккультизма. А с другой стороны, понимаете, в чем дело? Если он традиционалист и оккультист, то он на самом деле просто плохой аналитический философ. Все, что я вам могу сказать, очень плохой. Путь Винчестер. То есть он скорее даже не аналитический философ. Он такой, знаете, засланец в Америку от континентальной философии. Причем не самый лучший тоже. Дугенист какой-то странный. Человек обратился к кому-то в дальней комнате за прилавком. Джентльмен хочет узнать короткую дорогу Винчестер. Голос и... Антропологический поворот Юма уникален. В смысле про антропологический поворот Юма. Куда он там повернул к антропологии? То есть огромное количество мыслителей до него этого делали. А чтобы был поворот, нужно что-то резкое. Из комнаты переспросил. Винчестер? Да. Путь до Винчестера? Да. Самый короткий? Да. Не знаю. Я поехал дальше, не получив ответа. Так, по мнению оксфордских философов, следует обращаться с вопросами. Мы не ответили на вопрос, зачем беспокоиться об... Одно дело метаэтика, а другое дело постулирование каких-то, в общем-то, языческих сущностей. Да, ответ пусть дает... То есть, если маргинал это делает серьезно, то есть, если он делает это серьезно, он просто, ну... Неправильный аналитический философ, вот и все. Кто-нибудь другой. В чем отличие от континентального подхода? В континентальной Европе все намного более энергично. Я уже... Кстати, мне нравится слово энергично. Интересно, интересно он подобрал эпитет, по-моему, он красивый. То есть, неуничижительный, и здесь я Бертрана Рассела поддерживаю, кстати. Действительно более энергично. И с его оценкой я здесь согласен. Особенно в то время, когда он это говорил. Я не согласен с ними. Однако, там философия намного более жива, как была философия более ранних эпох. Да, да. Философия более ранних эпох, особенно древности. Философия древности невероятно живая. Невероятное многообразие, разнообразие философских концепций, они разные, они очень странные. Есть много разновидностей. Да, угнетатель, сантизм это положительное отношение к науке, правильно. Маргинал крайне позитивно относится к науке. Он применяет научные аргументы постоянно. Он требует доказательства. Доказательства с помощью научных позиций, в том числе. Прежде всего. Прежде всего аргументами служат научные положения. Ну, не аргументами, но предпосылками для тех или иных суждений. Какой нахер маргинал не сантизм? У него нет отрицательного отношения к науке. У него отрицательное отношение к наивным сантизмам. Он сам не наивный сантизм, а есть наивные сантизм. Вроде там, не знаю, Соколовского какого-нибудь, Ларина и прочих таких вот дурачков, которые не особо разбираются в науке. То есть, вот, у маргинала вполне адекватная трактовка науки. Мы это уже разбирали на его стриме. Вполне нормальная. И при этом это не отменяет того, что он сантизм. Просто его позиция немножко более сложная. Да, мы с ним на стриме об этом говорили. Мы говорили об этом, Данил? Мы говорили, мы упомянули это во время вопроса о науке. Философия Керки Гора... То есть, ну, может быть, я заблуждаюсь. Я не самый внимательный зритель маргинала. Вообще не скажу, что я его большой зритель. И что прям вот вообще много чего смотрел. Лешадо в Телегонии существует или... Хуйня. Неважно. Есть инстанционализм. Есть философия. Маргония то, чтобы не отрицает науку. Он очень позитивно к ней относится. Ну, то есть, он позитивно постоянно к ней апеллирует. Созданные для апологетики традиционных религий. Позитивно относится к Мэдисону. Любим Мэдисон. Мэдисон, пригласи нас на Мэд-ФМ. Создаем Мэд-ФМ заново. Есть всяческие подвиды. Я не считаю, что в них есть что-то чрезвычайно важное. Какую практическую ценность ваша философия представляет для человека, желающего знать, как себя вести? Многие пишут мне о том, что совершенно не представляют, как себя вести, потому что они перестали принимать традиционные указатели правильного поведения и не знают, каких указателей придерживаться в прессе. Моя философия может пригодиться вот почему. Она позволяет людям действовать решительно, без абсолютной уверенности. Я считаю, что никто ни в чем не должен быть абсолютно убежден. Если вы не сомневаетесь... Никто не должен быть ни в чем абсолютно убежден. А логика есть, может быть, там, не знаю. Если бы тебя пригласили на мафию, ты бы пошел. Это очень скучно я был, он бы, наверное, пошел. Бедный храбров. Вы, несомненно, заблуждаетесь. Друзья, я заплатил деньги, чтобы побывать у маргинала на стриме. Я этого не скрываю, как бы, все нормально. Я совершенно непопулярный персонаж, у меня сейчас 27 просмотров на ютубе, как вы видите, с чего бы он меня позвал. Кому я нужен? Потому что ничто не заслуживает убеждений. Я отвечаю за дискорд, Маск Маквудс. Там меняется ссылка постоянно. Содолбало менять. Следует придерживаться своих взглядов и верований с долей сомнения, но действовать решительно... С долей сомнения. Несмотря на это сомнение. Нет, 27 у меня сейчас показывает. 22? Окей. Ведь тем же занимается генерал, планирующий сражение. Он не уверен в том, что... Друзья, я не знаю, когда мне будут платить за стримы, но пока я гостей, в принципе, приглашаю разных уровней, интересных, непопулярных, популярных, все делаю бесплатно. В принципе, Васил тоже бесплатно народ приглашает, знаете, поэтому, ну, пока я не стану популярнее Васила, я не знаю, это через несколько лет, может быть, когда-нибудь станет и то. И то Васил еще популярнее потом станет, видимо. Ну, неважно. То есть, понимаете, я не представляю тот уровень, когда я до него дорасту и при этом смогу, как бы, еще и деньги брать за то, чтобы ко мне в гости кто-то пришел. Вряд ли такое будет происходить. Я не верю в чудеса противник. Но если он хороший генерал, он угадывает. А, кстати, Денис, знаете, а трансляцию с Храбровым, как вариант, я рассматриваю такую вот возможность. Храбров в целом интересный человек, немного шизанутый, конечно, но интересный. Я думаю, знаете что, у Храброва можно попробовать вытянуть что-то интересное. У меня есть хайлайты на канале, если что. А у Храброва можно что-то интересное вытянуть. То есть, если его правильно расспросить, можно лучше ознакомиться с его позицией, и если он попытается это лаконично объяснить, будет топовый выпуск, на мой взгляд. Если плохой генерал, то не угадывает. В жизни также приходится действовать, полагаясь на вероятность. Я хотел бы... Да, поэсофию как раз. ...чтобы философия побуждала людей действовать, не ожидая абсолютной уверенности. А как же люди, которые начинают чрезмерно сомневаться в том, во что не верят? Разве это их не тревожит? Конечно, на какое-то время. Я считаю, что небольшой беспорядок важная часть обучения мышлению. Но если они хоть немного знают науку, то находят баланс и не беспокоятся безмерно из-за сомнений, которые каждому стоит переживать. В чем, на ваш взгляд, в будущем... Каждому стоит переживать сомнения. Ну, охереть, суперскептики. Философии. Суперскептики. Теперь всем нужно переживать сомнения. Окей. Я не думаю, что в будущем философия сможет иметь такую же важность, какую имела в античности или средневековье. На мой взгляд, развитие науки неизбежно ослабевает важность философии. Что бы вы хотели сказать о ценности философии? Во-первых, как я... У меня много разных реактов, может быть, когда-нибудь что-нибудь сделается. Я говорил, оно дает нам понимание, что есть очень большие, важные вопросы, Спасибо переводчику. Это потрясающе. Которыми наука, по крайней мере, сейчас не может заниматься. А научный подход сам по себе недостаточен. Во-вторых, философии... Во-вторых, кто-то должен контролировать науку. Больше никого и нет. Наука сама себя контролировать не может, потому что ученые даже не понимают, какой у них метод в целом. То есть ученые не могут философствовать о науке, потому что они чаще всего имеют очень банальные представления о том, чем занимаются другие науки. Зарождается своеобразный научный фашизм, когда какие-нибудь там биологи начинают считать, что их наука самая важная или физики начинают считать, что их наука самая важная. Начинают дискриминировать другие науки, начинают выбивать гранты под свои науки. Но ученый в той или иной дисциплине он всегда предвзят. Как ни странно. То есть, как ни странно, ученый, отдельный ученый, он чаще всего плохой философ, даже плохой философ науки. В этом смысле ученым, философы прям вот невероятно нужны, потому что никто не сможет так широко рассмотреть науку, как философ, который разбирается в самой науке. Ученым это просто чуждо чаще всего. философия развивает в людях интеллектуальную скромность. Осознание. Не знаю, почему по математике не дают Нобеля. Что и вещь. Потому что в Нобеле, скорее всего, больше оцениваются какие-то практические достижения по преимуществу. То есть какие-то более практические открытия, чем обычно. В которых ранее были уверены... Математики нет практики практически. ...оказались неправдой. Что к знаниям нет короткой тропинки. Философия получит скромность интеллектуальная, да это угарно. Познание мира... Я буду каждый раз, когда вспоминать это высказывание, я буду смеяться. На мой взгляд, важная задача для каждого философа. Эта работа долгая и сложная. С ней не следует обращаться догматично. Благодарю вас, Лорд Рассел. Из таких чуваков, в общем-то, большие проблемы с определением того, что такое догматизм и так далее. Да вообще никто. Я не знаю, ни одного человека, которому философия бы даровала скромность. Эх. О, Олег Августский пишет. Потому что жена Нобеля ушла к математику. Ха-ха-ха. То, что Нобел Куколд. Ха-ха-ха. А. Так. Вы прослушали обсуждение философии с Лордом Расселом? Ну, Рассел здесь немножко навредил философии. Ладно, поехали. Мы посмотрели ролл до Рассела. Согласны ли вы? Или не согласны с его взглядом? Как по-вашему? Ну, я высказался. Его идеи актуальны для изменения нашего общества? Текст читал Сергей Калинин. Эээ, в смысле, а какие идеи он высказал про изменения нашего общества, я не понял. Продолжение следует.